Всем привет на канале WorldDutchman. Сегодня мы с вами продолжим тему, оставленную мною ранее, об этом афганском убийце, радикальном исламисте, который 31 мая этого года в Манхайме ранил 6 человек и убил полицейского. Нанес ему ножевые ранения в основании шеи и полицейский через двое суток в больнице в реанимации, не приходя в сознание, умер. В Манхайме через несколько дней, вернее несколько дней назад прошел прощальный траурный марш. На этот марш собрался абсолютно весь город, вы можете сами посмотреть сколько там было людей. Также приехали видные политики, приехал министр внутренних дел страны Нэнси Фэзер, выступали с прощальными речами, обещали взяться за вот эту вот нелегальную эмиграцию, за этот нелегальный поток более серьезно. Конечно же печально, это сильнейший шок, во-первых, для родственников, для простых людей, это тоже не угроза, а напоминание о том, что на улицах в Германии стало ходить не особо безопасно. И что я хотел вообще сказать по этому поводу, именно по этой теме, ведь это не сейчас началось, это началось, когда бывшая бундесканцлер Меркель разрешила въезд всем вот этим вот беженцам из Сирии, из Афганистана, из Турции, этим курдам, всем, кому угодно, всем, кто желал, хотел попасть в Германию, дала свободный въезд. Это началось еще тогда, просто когда выходили эти вот случаи за рамки дозволенного, то есть происходили изнасилования или ножевые ранения, какие-то тяжкие телесные повреждения, тогда об этом говорили в газетах и по телевидению, но тоже, скажем так, средства массовой информации не разрешали оглашать это во всеуслышание, для того, чтобы уже тогда, 9 лет назад, люди не начали становиться против вот этих вот мигрантов, потому что, как люди встречали всех на вокзалах с плакатами «Беженцы, добро пожаловать», «Мы любим Сирию», «Мы любим Афганистан» и так далее, и вдруг, буквально через полгода после того, когда вот эти вот беженцы приехали в нашу страну, я имею в виду Германию, после того, когда они приехали в нашу страну, они начали вести себя действительно как изгои общества. Проблема их в том, что большинство из них, это молодые, здоровые парни, 20-25 лет возраста, тогда еще, а были среди них 15-16-летние, не имеют никакого школьного образования вообще. Где-то научился парочку слов в букв писать, научился читать, этого достаточно. У них нет образования, у них нет ни профессии, у них нет ничего, но зато они прекрасно умеют владеть оружием, как холодным, так и огнестрельным. И вот эта вот толпа приехала сюда, в Германию. Многих из них кучками вот так вот, звеньями водили по различным музеям, по различным магазинам. Я помню, у нас даже в городе лет 8 назад, 7, приводили как-то вот толпу вот этих вот сирийцев на городской бассейн, показать им, как вот люди отдыхают и так далее, и так далее. И эти сирийцы, когда они пришли, увидели обнаженные тела, женские, они просто перестали себя контролировать, пришлось вызывать полицию. Что произошло? У этих сирийцев, у всех наполнились их вот эти вот плавки, эти, блин, шорты, вся эта фигня. Они начали посылать нафиг своих сопровождающих и стали приставать к женщинам. Смотрители бассейна усмирить их не могли, пришлось вызывать наряд полиции. Потом с ними с этими разговаривали психологи, разговаривали их воспитатели, объясняли, что у нас тут совершенно другой менталитет, что так здесь никто не поступает, как это принято у них. У нас немножко более либеральные взгляды, у нас женщина тоже человек. Им это объясняли, им пытались это объяснить. Они умалчивали это, но, судя по всему, по последним событиям, которые стали официально доступны через прессу, они это не захотели принимать как должное, что женщина тоже равноправный член общества, не только мужчина, что женщина имеет право голоса, имеет право изъявлять свое мнение и одеваться так, как она хочет. Но они к этому не привыкли. И когда в Кельне под Новый год изнасиловали девушку, тогда это стало шумно, потому что много людей сразу, мгновенно об этом узнало. И, естественно, ни журналистов, ни телевидения не смогли заставить этот случай умолчать, потому что по стране поползли бы слухи. Дальше больше. Я вам сейчас расскажу один просто жуткий случай. В Штутгарте можете поискать где-нибудь в немецком интернете. Если вы найдете, вот этот клип называется «Ниндзя из Штутгарта» или «Самурай из Штутгарта». Один то ли сириец, то ли сириец или какой-то там он из этих южных кровей с катаной шел по дороге, поймал человека. Я точно не помню, что это был за человек, то ли это был друг его дочери или знакомый дочери. В общем, он у этой катаной порешил. Нанес ему тяжелейшие ранения, и человек умер. Что делала бундесканцлер в это время, когда вот этот вот самурай ходил с катаной и убивал человека? Она в этот момент находилась в одном из бутиков в Берлине. Это показывали тогда в немецких сетях. Она находилась в одном из бутиков Берлина и примеряла на себя новые модные белевые аксессуары. Естественно, этот случай тогда опять умолчали, но он все равно расползся. Многие люди, сотни тысяч людей это видели и задавались вопросом, почему правительство молчит, почему не принимают никаких мер. И сигналом к действию послужил вот этот вот сейчас последний случай, когда вот этот афганец, этот сумасшедший исламист, радикальный исламист убил полицейского. Я понимаю, что простые люди имеют такие же права, как и полицейские, но по рангу, по статусу социальному полицейский это все-таки блюститель закона, он обязан следить за порядком. И когда убивают блюстителя закона, тут уже государство, сами министры и правительство, они обязаны задуматься над тем, что у них в политике произошло не так, где их политика дала сбои, что на улице начали разгуливать, они и раньше гуляли, но просто они начали разгуливать с этими ножами и открыто убивать людей, зная, что им за это ничего не будет. В лучшем случае, вернее в худшем случае для них, их отправят обратно в Афганистан, где может быть талибан их четвертует, порешит, уничтожит, а в лучшем случае их отправят в немецкую тюрьму. Все-таки немецкая тюрьма это как отдельная одноместная комната в люксовом отеле где-нибудь в Афганистане или в Пакистане. Завтрак, обед и ужин, ходи пару часов в день работой, все остальное время сиди, отдыхай, у тебя в комнате и телевизор, и радио, живи, наслаждайся, отбывай свой срок, будь тебе там 15 или 20 лет прописали. Вот чего они добиваются, поэтому они и нападают на людей с ножами на улицах, для того, чтобы их посадили за решетку. Более того, все вот эти случаи, которые стали сейчас открываться для всеобщего обозрения, для всеобщего обсуждения, направлены на то, чтобы люди наконец-то поняли, что у нас у правительства стоят те избранные слуги народа, которые абсолютно некомпетентны в своих обязанностях, некомпетентны в своей работе. Именно на это сейчас и направлена вот эта вот волна, поток этой всей информации, ранее скрываемой от простых людей. Тот афганец, который убил нескольких человек в прошлом году в поезде, он уже сидит. Это тоже был очень шумный случай. У нас в регионе недалеко от Регенсбурга в сторону Ашафенбурга ехал поезд. Тоже один сириец порезал несколько человек. Сначала его посадили на несколько месяцев в психушку, он сидел там, но потом все-таки прокуратуре удалось доказать, что он абсолютно вменяемый, и его посадили за решетку. Он добился того, чего хотел, даже таким кровавым способом. Единственное, что плюс, вот я сейчас, скажем так, отзываюсь не в поддержку партии АФД, но симпатизируя некоторым их пунктам предвыборным, и дай бог, если они действительно добьются хотя бы половины голосов, чтобы войти в Бундестаг, дай бог, чтобы они действительно выполняли все свои обещания, которые сейчас дают людям, своим избирателям. Если они действительно смогут добиться власти, дай бог, чтобы они добились депортации всех вот этих нелегалов, людей, которые не имеют никаких документов, приехавших сюда просто, чтобы получать или социальную помощь, или бюргергельд, в худшем случае, зная, что их выдворяют, они будут устраивать различные преступления, избивать людей или резать людей, для того, чтобы здесь остаться прочно на долгие годы. Дай бог, чтобы с наступлением следующего года наша миграционная политика здесь, в стране, изменилась в более жесткий вариант, который не предусматривает разрешение въезда в страну всем нелегалам, не имеющих у себя никаких личных документов и не способных доказать свою личность. Значит, совсем немножечко по статистике между Баварией и Чехией. Я вам уже говорил, что с октября прошлого года по конец марта этого года немецкая полиция просто-напросто развернула спиной к Германии и лицом к Чехии свыше 15 тысяч нелегальных мигрантов, пытающихся попасть со стороны Чехии в Германию. Практически все они, когда их спрашивала полиция, а как же вы попали через Чехию сюда на границу с Баварией, вас что, там не задерживали? Практически все эти нелегалы говорили, а мы полиции чешской говорили, мы идем в Германию. И полиция чешская все руки убирала, вперед, вам туда, в ту сторону. Вот как поступали чешские полицейские. Теперь те 15 тысяч, которые были выдворены, даже их не допустили на территорию Баварии, эти 15 тысяч, что с ними происходит в Чехии, это уже не проблемы немецкой полиции, это уже проблемы чешской полиции, которые вот так вот, скажем так, лояльно и толерантно отнеслась к вот этим нелегалам. Главное, что, как в поговорке, моя хата с краю, ничего не знаю. Вам туда идите, а нас это не касается. Вот вам о совместной работе. И вот немножечко по вот этой статистике, если дальше, очень много, сейчас вот буквально за эти два месяца, за апрель и май, очень много, по-моему, около 6 тысяч нелегалов развернули вновь на границе с Австрией, на границе с Чехией, обратно в эти страны. Как они сюда попали, это уже немецкую полицию не касается. Их всех развернули и отправили обратно. А тех, кто их сюда вез, тех взяли под следствие. Потому что те люди, которые им помогают переезжать сюда, через границу, снимают с каждого как минимум 5-10 тысяч евро. Откуда у бедного, нелегального мигранта такие сумасшедшие деньги? Пускай он приехал сюда из Сирии, откуда у него 10 тысяч евро на то, чтобы переехать из Сирии сюда, в Германию. Если у него есть такие деньги, то зачем ему ехать в Германию? Жил бы там у себя, построил бы себе дом или поехал бы в какую-нибудь другую страну. Но нет. Они хотят ехать сюда, потому что им обещают, что здесь им дадут квартиру, им здесь дадут все социальные пособия, им здесь дадут все социальные, все социальные услуги, все социальные страховки, и они будут жить припеваючи. Но очень многие из них до сих пор живут без получения какого-либо статуса. Так же, как вот этот убийца из Манхайма. У него не было статуса беженца, но выдворить его тогда не смогли, потому что он был сначала малолеткой, а теперь его как бы терпели, потому что он женился на немке турецкого происхождения, и у них было двое детей. Они его терпели. До конца 26-го года у него был вот этот статус терпимого, потом ему могли бы дать временный вид на жительство. Но теперь вот он в тюрьме. Следствие ведется, и если будет все хорошо, его выдворят отсюда вам нафиг, извините за мой французский, и не только его, но и всех тех, которые ведут себя абсолютно отвратительно на улицах, в помещениях, в обществе, этим людям здесь не место, их нужно всех выдворять. Ну, а посмотрим на следующий год, какие у нас будут выборы. Если выборы в Бундестаг пройдут с таким же, скажем так, ажиотажем, как немецкие выборы в Европарламент, на которых партия зеленых потерпела крах, либералы потерпели крах, то это будет неплохо. Это будет действительно неплохо, если действительно к власти придут консерваторы, ну и ваша любимая АФД. Почему я говорю ваша любимая? Потому что я к этой партии не питаю никаких симпатий, эта партия мне не импонирует, эта партия не входит в круг моих политических интересов. Единственное, что да, у них есть некоторые пункты, которые меня тоже устраивают. Например, как вот эти вот граждане, депутаты в Бундестаге кричат, что нужно отправить наши войска, немецкие войска на Украину, чтобы они боролись против России. Зеленский это приветствует, Зеленский просит, чтобы помимо оружия, помимо денежных средств и отправляли еще немецкие отряды, чтобы Бундесвер воевал на территории Украины с Россией. Некоторые депутаты Бундестага его поддерживают. АФД говорит, ты что, совсем с ума сбрендил, что ли? Ты пытаешься втянуть нас в глобальную войну? Этого не будет. Поэтому фракция АФД, когда Зеленский приехал выступать с речью в Бундестаге, практически вся поднялась поднялась и вышла из зала заседаний. Потому что они не могут слушать человека, требующего развязки глобальной сумасшедшей войны. И вот такие вот дела. Ну а по этим мигрантам, что я вам могу сказать? Я просто хотел вам показать, каким маршем, траурным маршем прошли вот эти все полицейские в городе Манхайм. И еще раз напомнить о том, что наши политики сейчас стоят действительно перед выбором. Или прислушаться к голосу и к требованиям народа, и пойти на уступки населению, для того, чтобы обеспечить, в первую очередь, безопасность своего населения, ужесточить меры по принятию всех вот этих вот мигрантов, легальных или нелегальных, в страну. И, наконец-то, выдворять как можно больше вот этих вот уголовных элементов, всех вот этих криминалов, всех этих бандитов, афганцев и так далее в те страны, откуда они приехали. Потому что, как говорится, в чужой монастырь со своим уставом не ходят. И если ты радикальный исламист, то это не значит, что ты можешь указывать христианам в их стране, как они обязаны жить, как они обязаны одеваться, что они должны есть и что они должны говорить. Вот такие у меня сегодня были новости. Не забудьте подписаться, поделиться видео с друзьями, нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех событий, оставить лайк и будьте нам здоровы. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok